дорогие друзья уважаемые территории всех приветствую с вами педром рауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка в течение этой программы посмотрим что на рынках происходит на фондовом рынке на форекс рынке и также на криптовалютном рынке новости разберем более-менее важное посмотрим что со вчера было с активами с которых мы разобрали с как говорится инструментами да и в целом экономический календарь сегодня тоже разберем достаточно такой богат на сегодня и в конце все инструменты о котором вы нам писали комментировали конечно же основные которые более-менее важны чтобы вы тоже о них знали на примере уже мета трейдера просто мета трейдеры посмотрим по ним по движению потенциалы движения и прогнозы и конечно по трейдингу внутри дня тоже будем сориентировать вас спасибо что комментируете наше видео в случае если будут вопросы по поводу этого видео по поводу того что в нем говорится и также какие-либо другие активы которых которые вас интересуют и я их на разбираю просто тоже пишите следующий раз обязательно разберем как и вы наверное со вчера помните был коллапс относительно на рынке китая который который привел тому что индексы начали упасть то есть китайский индексы начали упасть и этот момент был связан с одной компании которая по факту разорилась и очень крупная компания сектора real estate то есть сектора недвижимости в китае и после него пошло еще очень сильный страх инвесторов в том плане что как вы видите вот это индекс китайских акций только-только чуть-чуть начали еще корректироваться якобы да то есть чуть-чуть некоторые конечно не все сейчас корректироваться чуть-чуть но в целом охлаждение рынка нету стимулов у компании очень много долгов и говорят о том что это можно отразиться еще на всемирный рынок бойтесь пойтесь еще раз бойтесь и вплоть до того что и криптовалюта тоже почувствовала на себя этот эффект то есть и по биткоину и также по эфириума были очень большие дикие движения которые вы видите на графике биткоины также на графике эфириума прибыли очень сильно сильными цены движения которые по факту прорвали локальные минимумы но сейчас есть определенный момент такого укрепления но насколько стоит этому всему одна то все полагаться эта коррекция есть и на фондовом рынке сша коррекция которая сегодня пошла и насколько можно уверенно что говорят аналитики сейчас на рынках и стоит ли вот например на dow jones и нас с п500 тоже видите определенная коррекция стоит ли это увидеть стоит ли надо полагаться насколько она сильно насколько можно довериться этому импульсу опять же да то есть во время укрепления импульса да прикольная вещь конечно морган стэнли а бы конечно это вышло вчера еще новость ночью вечером говорит о том что коррекция наверняка как минимум 20 процентная будет ждите его не ловите дно не ловите дно об этом и говорит джим кармер о том что пожалуйста не ловите дно сейчас не ловите дно как говорится падающих ножей да в плане инвестиций тут опять же в плане спекуляции можно делать все что угодно а вот тут просто в плане среднесрочного тренда то есть говорится не ловите дно еще один момент кармар тоже говорит о том что разорение этой компании и так далее во первых сам китай может его поднимет чуть чуть позже то есть опять же это очень важная компания очень важная компания в китае и целом возможно что его поддержит он не так уж сильно будет отражаться на всемирной и на всемирной экономикой это не тот кризис о котором говорится это просто признаки вот того кризиса который вот будет там через пару месяцев до тысяч три месяца кризис который связан с большей инфляцией сильной инфляцией и обесцениванием денег и завершение стимулов и так далее в общем в целом сегодняшний день по аналитике и по новостям достаточно так достаточно хорошо ориентирует хорошо ориентируется что экономический календарь тут есть сегодня еще его мы тоже разберем в 15-30 по миска число выданных разрешений на строительство сша который идет на понижение идет на снижение и в 17-30 миска сегодня и глава ецб кристин лагард будет вещать есть еще момент завтра рано утром с китая будут тоже некоторые в релизы по кредитной ставке то есть по процентной ставке и с японии до клуб подниженой кредитной политики тоже все банковской до банковской релизы в общем китая и япония а еще один прикольный момент касательно касательно японии и касательно японии и касательно японии и китая то есть там получается из-за того что вот отразилось этот это разорение эта компания по факту на весь фондовый рынок тут еще и японские индексы по факту на почве этого страха тоже упали мы сейчас посмотрим на никей 225 который тоже относительно да тут с гепом открылся этот геп уже хоть как-то радует японский индекс они очень сильные достаточно сильные то есть насчет них можно уже самом конце говоришь типа да они там все тоже чуть-чуть там упали а в целом они очень сильны и topix тоже кстати упала дальше пойдет мне кажется сам я сама япония навряд ли дальше пойдет а вот китай и сша возможно в общем более или менее по фондовым рынком наверное средний срок ясно мы сейчас переступим к тем активам который вчера разобрали они по сей день кстати в тренде чуточку про доллар конечно же относительно сценария который сегодня мы видели по сэмпи и по доу джонсу сильные импульсы до снизу то есть со дна с локальных поддержек там по доу джонсу по сэмпи 500 это очень сильный импульс и это восстановление импульсивно восходящее движение сад на ну ну то есть очень 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 плохо если вы на них пути полагаться мне кажется и об этом опять же джим кармер тоже кроме тоже говорит о том что ну-ка вы не полагайтесь не ловите ножей не ловите подачи ножей не ловите дно рынка по поводу облигаций сша которые тоже относительно чуть-чуть упались со вчера но сам индекс доллара корректируется вниз на почве восстановление фондового рынка вот этого импульсивного до умеренного восстановления но как из давних пор говорили по поводу индекса доллара тут есть довольно хороший диапазон поддержку у самого индекса доллара среднесрочная 92 60 92 80 но это диапазон по факту сейчас можно уже перенести в районе 93 а то есть я думаю что в ближайшее время индекс доллара сша ну по факту может импульсивно дать вниз немножко 93 там 93 10 но в целом скорее всего мы ниже наверное не пойдем то доллар смотрится на самом деле довольно сильно довольно сильно смотрится и тут как поддержка тоже там хорошая зеркальная поддержка который вблизи 92 80 93 это весь диапазон поддержки поэтому как импульсивнее ближайшее снижение доллара будет там даже в случае прорыва локальными но это очень хорошо это признано того что тренд общий продолжается то есть не нужно менять какие-либо стратегии по направлению сделок который у вас уже открыт якобы в средний срок да то есть мы говорим сейчас по факту со вчера разбирали уран мы видим она уже немножко останавливается цена урана и в районе 50 49 и по поводу натурального газа который тоже кстати коррекция ее довела до локальной поддержки довольно такой хорошая поддержка которая недавно ретест протестировалась зеркально то есть да то есть 48 48 4 доллара 8 80 сантом вот и в случае есть вот эта поддержка тоже ближайшее время коррекцию импульсивно протестируется особенно исходя из того что здесь ну накопление то это будет хорошо это там самом деле очень хорошо просто его дождаться а пусть он импульсивно протестирует эту поддержку немножко укрепиться а потом можно снова скорее всего покупать поэтому со вчера еще предупреда предупреждаю ребята ждем 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 и сейчас тоже мы скорее всего ждем прошлой неделе не нужно было ждать мы об этом я особо не говорили что нужно особо ждать причем потому что тренд был ясный то есть там сэмпи падает доллар восстанавливается сейчас немножко нужно подождать то есть есть такой момент на рынках а внутри дня сейчас мы разберем что у нас внутри дня ожидать по форекс парам относительно вчерашнего дня было определенное восстановление с 1 17 продолжается по сей день но навряд ли доллар будет дальше ослабевать есть очень важный момент я думаю что навряд ли доллар будет сильно ослабевать 1 41 17 40 17 60 это диапазон возьмите иметь ввиду по евро по евро что протестировалось если цена его протестирует импульсивно это очень хороший сигнал последующего возвращения цены в нисходящую тенденцию то есть продолжение этого нисходящего канала по gbp по фунту по отношению к доллару тут тоже есть определенное восстановление со вчера до 1 36 40 прям над целевой отметки прямо на целевой отметке вышла с диапазона предыдущего протестировал сервис любую отметку последующего и сейчас укрепляться скорее всего тут тоже можно взять локальную локальный диапазон 36 точнее 1 37 психологическая довольно такая круглая до отметка можно даже так назвать не обязательно назвать психологической они 37 и возможно в случае если тут будут сильные импульсивное движение вверх и протест этого сопротивления то скорее всего дальше нас ждет разворот по поводу австралийца по поводу новозеландца насколько они сильно смотрятся на дневном графике довольно сильно смотрится но имейте ввиду что и по новозеландцу и по австралийцу к сожалению но тут есть определенное сопротивление под которым цена сейчас находится то есть 073 по факту да если взять округлить 073 для австралийца для новозеландца это у нас 071 давай так скажем сносим за и оба они находятся под этими отметками что может быть внутри дня скорее всего продолжение роста особенно на почве того что сегодня релизы по сша негативные могут негативно повлиять на доллар импульсивно восходящее движение всех этих пар новозеландец австралиец евро и фунт они возможны ближайшее время с целью того чтобы ретест протестировать локальное сопротивление локальный диапазон сопротивления затем продолжать свое снижение уже с началом американской либо же азиатской сессии завтрашнего дня австралия новозеландец со вчера восстановилась от отметки 1 0 3 1 0 2 протестировала даже извините 1 0 3 и 1 0 28 и а сейчас опять падает что дальше есть видите тут кстати очень красивая такая поддержка есть 133 если цена его протестировать импульсивно если в дальнейшем течение не цена хотя бы по час на по часовым свечам застрянет приблизительно в районе этой этой поддержки скорее всего дальше нас ждет разворот и продолжение роста с одной стороны с другой стороны это опять же очень короткосрочная как говорится диагностика да то есть в целом половина предыдущего импульса уже проведена то есть тут по поводу продаж тоже нельзя уже думать очень сильный импульс исходящий по сравнению с основным основным трендом да то есть это было расширение цена развернулась не факт что дальше пойдет вниз фунт и иена очень красиво упала то есть очень импульсивно прямо до локальной поддержки скорее всего тут покупки будут приоритете значит уж солнце время довольно хорошая картина на часовом на 15 минутки тут относительно можно сказать что даже можно сформироваться канал восходящий со временем но нужно немножко подождать еще его целом на средние сроки красиво смотрится фунт джей пивай фунт новозеландец о котором вы тоже писали чтобы мы разбирали эти все опять же пары которые относительно таки да не самый популярный но они кто же иногда друзья просят чтобы их тоже разбирали очень красиво хорошая такая отметка тестируется очень такая хорошая довольно такая временами зеркальная отметка тестируется дождаться для его это часовой 15 минут дождаться его последующего последующего снижение ниже этой отметки ниже 1 94 40 или там 30 до я думаю нету смысла скорее всего тут можно с определенным стопом который кстати она может быть очень довольно большим но можно скорее всего осуществить покупки смотрите если относительно общей амплитуды сильно такие резкие большие свечи аномальные происходят то есть формируется то скорее всего ретест этой отметки может собраться последующим ростом но поскольку здесь и так это не похоже на импульс вот этот импульс да то есть а вот это не импульс по факту это накопление да причем накопление которое похоже на нисходящего клина по дороге вверх и это уже есть как раз сигнал продолжение тенденции продолжение восходящей тенденции поэтому тут насчет продажи немножко нужно осторожно единственно что лимитными ордерами по покупкам скорее всего можно будет что-то делать а по золоту и по по всем защитным активам по серебру по плате на как вы помните еще со вчера говорили о том что скорее всего мы приближаемся уже как бы ну да сезон карантинов и так далее америка может вакцинироваться до съесть ли он провакцинирует все население в течение ближайших там три месяца то ему это все не надо будет он откроет еще границу он еще и со всех сторон будет принимать людей то есть есть такие хорошие классные новости которые давят на же защитные активы по-своему и по поводу вакцины недавно одобрили Pfizer BioNTech вакцинацию для подростков вот и это тоже довольно хорошая новость которая по-своему давит на защитные активы по поводу золота консолидация продолжается единственно что можно ли здесь покупками заниматься или нет смотрится красиво для покупок но только в коротко 40 то есть только в рамках данного канала только в рамках данного канала 1740 1760 до отметки как раз очень такие целевые по поводу серебра мы ниже находимся предыдущих перед то есть передающим где предыдущего диапазона ниже поддержки но дальнейшее снижение немножко под вопросом тут есть минимум который сейчас тестируется который недавно который давно давным-давно тоже протестировался не давался не упасть слишком низко и это все происходило с октября месяца августа клябрь то есть ничего особо не изменилось по факту стал момент единственное что мы чуть-чуть чуть-чуть уже приближаемся к некоторым кризисным моментом возможно да то есть опять же по поводу среднесрочного укрепления золота еще вчера сказали возможно да а сейчас данный момент это как бы такой вопрос вкратце зороке такой вопрос очень сильно под под вопросом тосты плате на 900 все-таки дошла до 900 это прогноза которым которому давали скорее всего где-то наверно неделю назад по поводу плате она все-таки решилась дойти аж до 900 замечательно а единственно что тут довольно такая зеркалька сильная поднимемся или мы над ним если укрепимся то хорошо если четырехчасовыми хотя бы свечами если укрепимся не часовыми я думаю лучше четырехчасовыми свечами укрепиться на дня потом уже говорит о покупках сейчас если импульсивно мы протестируем локальное сопротивление 940 ну это ни о чем не говорить импульсивно это не хорошо евро пары защитные евро франк доллар франк и доллар японец доллар джейпи вай доллар иена евро франк как мы видим после накопления сделал нисходящие нисходящий импульс но тут по поводу последующих продаж ближайшее время ближайшие часы я не могу ничего сказать нужно посмотреть как цена будет дальше отработать еще раз локальное сопротивление затем посмотреть что будет дальше либо же она застрянет под 1.80 хотя бы всем хотя бы 087 если она застрянет по этой отметке то это хорошо а по поводу но сам по себе доллар может делать нисходящее движение сегодня опять же он смотрится все равно сильно но по чуть-чуть на счету может немножко упасть то есть немножко спекулятивно сбросить покупатели которые уже зашли до почему потому что по факту честно мишка рам для покупки долларов доллар франк тоже мы видим нисходящие сильный импульс аномальные свечи и поддержка который тут присутствует опять же но если мы ниже него закрепимся хотя бы часовыми свечами 30-минутными встречами то это неплохо для продаж доллар японец консолидация очень хорошая очень чистая очень с маленькими стопами в рамках нисходящего канала тут можно красивенько поработать это причем тенденция с позавчерашнего дня с прошлой недели приблизительно вот сейчас немножко момент радует мы относительно тут есть такая поддержка довольно такая неплохая вот который здесь и мы от него отбиваемся вверх возможно дальше ими пойдем вверх тут есть якобы голова и плечи но не соответствует соотношение со всеми импульсом но нисходящее движение все равно стать импульсивно есть и будет это классно с целью покупок но она может вас вынести просто если вы взяли сильно маленькие стопы положили вставили то здесь с целью покупок поэтому имейте нефть от 70 отбился вверх очень логично очень логично психологическая отметка пойдет ли дальше вниз в целом в целом ждем ураганов сша ну конечно опять же да то есть это кровавые активы нефть кровавые активы золото кровавые активы то все как бы когда торгуйте должны знать что когда что-то плохое происходит наверное они начнут расти или войны или там кризиса какие-нибудь поэтому по поводу нефти тут есть сопротивление здесь 71 свеча не очень нравится часовая даже скорее всего нас ждет некое некие моменты нисходящего импульса но затем скорее всего дальше пойдем на укрепление по нефти то что мы все равно хоть над 70 до 70 долларами поэтому по поводу нефти тут можно быть целом среднем сроке думать что все будет хорошо то есть позитивно вверх но отталкиваетесь вот этой отметки 71 там через 40 приблизительно чтобы цена либо закрепилась под ней либо же укрепилась на ней вот хотя бы часовыми там свечами или 30 минут свечами конечно же доллар пока падать usd по отношению к канаде тоже падает относительно не может даже укрепиться но случае есть дождь хоть чуть-чуть еще продлить свой спад то это приведет тому что хотя бы мы вот эти поддержка локальная протестируем 1 27 26 80 но есть такая вероятность но дальше скорее всего нажжет продолжение роста особенно если будет импульсивное снижение к этим то дальше скорее всего ждет последующий рост и конечно же криптовалюта криптовалюта наша биткойн который упала тоже на страхе вот этого коллапса этой компании вот то есть очень интересно да как рынок работает протестировали локальную поддержку но снова опять над не укрепляется я не могу сказать поводу дальнейшего исходящего движения но мы об биткойне уже недели где говорим что ну реально красиво не смотрится по факту красиво не смотрится то есть мы по ним по факту последние там недели полторы мне кажется не давали ничего обнадеживающие и она особо не обнадеживает и по ней в общем не очень все хорошо по ней 45 тысяч последующая цель дальше ждите спада скорее всего 47000 тоже еще раз протестируется но возможно и не дойдем до 47000 пока нужно нужны ближайшие ретесты вид исходя из этого из этой спекуляции нужны без ближайших ретестом 4547 потом посмотреть что будет дальше а до 47 до 45 тоже есть возможность спекуляции поддержка в эфириуме протестируется очень красиво эфириум менее волатильная очень гораздо красивее смотрится в целом и рост до 3400 до быть и так скажем от него отталкиваться затем скорее всего нас ждет последующий продолжение спадали бы же консолидации при торможении роста друзья спасибо что посмотрели наш эфир надеюсь что вам понравился в случае есть ли у вас будут какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях и попробую на них ответить не забудьте у нас на канале бывают выходят разные эфиры онлайн от александр махачек ящика от сергей заботкин и также от виктора макеева для того чтобы их не пропускать обязательно нужно подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик чтобы у вас было оповещение о том когда эти ролики начинаются и запускаются еще раз спасибо за просмотр пишите лайкайте и до следующего видео до завтрашнего дня друзья всем хорошей дороги пока пока